Друзья, началась перестройка Матрицы. И очень много непонятных для нас явлений происходит сегодня как в России, так в Украине, так и во всем мире. Но мы думаем, что это нас оскорбляет, некоторые действия, которые происходят. Давайте посмотрим по-другому. У нас была своя культура. Культура, созданная кем? Советским Союзом. А правильная ли была культура, созданная Советским Союзом, друзья? Не торопитесь отвечать, потому что за нашей культурой стоит кровавая война. Красная кровавая революция, которая уничтожила всю предыдущую культуру. Уничтожили. Как? Издевательским образом. Совершенно жутким образом уничтожили всю культуру. Весь культурный слой населения. Остались одни Шариковы, которых завезли, накидали в Россию. И вот эти Шариковы, потом, начиная насиловать и изуверствовать над женщинами, производили свое потомство. Так нужна ли нам такая культура, которая родилась на менталитете шариковых и кровавых постановках революции? Скажите, нужна ли? Вот сегодня в Украине хотят запретить Льва Толстого, вернее, уже запретили, да? Льва Толстого, Достоевского, ну, вероятно, еще каких-то писателей. Я знаю сейчас только двух, я прочитала о них. Давайте разберемся, нужны ли нам, нашим детям, друзья, включайте голову всегда, ломайте свои догмы, то, что было у вас когда-то, ломайте. Почему ломать? Объясняю. Потому что нам создавали наше сознание, нам делали менталитет неправильный, убогий, гнусный менталитет советского народа. Вам кажется, мы такие были святые, мы такие были душевные, и шли к миру, и шли к коммунизму, к высоте, к красоте, к свету? Друзья, а если я вам расскажу, что в тундре, чукотке, лежали черепа распиленные, эксперименты делали, деятели послереволюционные, и все во благо культуры, и все для культурного человека будущего. На живых людях ставили эксперименты, распиливали, живым людям распиливали черепа. Тундра вся была завалена. Кто их считал, друзья, этих людей? Где, как они умерли? Вы знаете, что такое тундра, и как жили там люди? Давайте вернемся снова к нашим писателям. Нужны ли они нам? Начну я сейчас, пожалуй, ну с кого? Ну давайте с Достоевского. Я не буду вам входить в подробности, рассказывать, вам это не нужно. Я в принципе расскажу, что за человек. Он прославился в России только тем, что он когда-то кинул пару фраз о евреях. Якобы так. Мы этого не знаем, но это нам говорят. И поэтому многие россияне уважают Достоевского. А если мы разберемся, были эти фразы или нет, я опять-таки не знаю. Я не утверждаю и не отрицаю. Я скажу вам о другом. Старуха-проценщица и Раскольников с топором. А? Каково вам, а? Вашим детям это надо? Маленьким детям с их нетронутой еще чистой психикой? Вот это сумасшествие. Вот это какая-то там грязная расставщица старуха. Да зачем это нашим детям с вами? У нас что, красоты небесной нет? Мы на чем их воспитываем, своих детей? На чем? А вот на старухе-проценщице. А вот на этом рубле топором по башке. Да еще у нас и Троцкий, которого тоже ледорубом. И вот это наша история. С одной стороны, Троцкий – это история. С другой стороны, литература – это Раскольников с топором. Что это такое? Мы что своим детям прививаем? Наверное, кому-то кажется, что Достоевский необходим. Ну вот я изучала Достоевского в школе, в университете. Я закончила факультет журналистики. Я работала в библиотеке нашего факультета. У нас была прекрасная библиотека. Но нам не все разрешали читать произведения в этой библиотеке. Я однажды набрала там штук 12 книг. Из них мне выдали одну или две. И сказали, а все остальное для профессорско-преподавательского состава. Детям, мне первокурсницы или там третьекурсницы, нельзя было читать такие книги. Там никакого секса и насилия. Там были просто произведения. Саркастические. Но их нельзя читать. Они, возможно, подорвали бы мой менталитет советского студента. Я так думаю. Но преподавателям можно, а студенту нельзя. Что же касается, давайте вернемся к Достоевскому. Достоевский жил в Женеве. Он играл в казино. Он игрок. Он проигрывал. Он был шизофренически больным человеком. Он проигрывал. Да зачем же мне читать его произведения или детям своим навязывать его произведения, если я понимаю, я как журналист, я как филолог, я как историк, я как психолог, понимаю, что он шизофреник, что он был больным. Друзья, вы можете не согласиться, но приведите мне свои собственные доводы. Именно свои доводы. Не надо мне из книг, не надо мне чужих мнений. Я хочу ваше личное мнение. Шизофреник, больной, игрок, рассказывает о старухе и о раскольникове с топором. Это же он в себе вынашивал. Это же его мысли. Ему зачем нужны были старухи-проценщицы? Он же о себе писал. Но он же игрок, ему деньги нужны. У него была больная дочь, Сонечка. Она жила в Женеве вместе с ним. Жена не знала, что с ним делать. Он игрок, он шизофреник. Он не мог от этого отойти никак. Однажды кто-то посмеялся над ним и заложили его портки. Ему нечем было платить. И заложили от смеха, издевались над ним. Это что это за такой писатель, которого мы должны почитать и которого мы должны изучать? Моральный облик которого был не так уж красив. Портки заложил, проиграл и пошел домой без порток. Хотели его наказать, его товарищи, чтобы он не играл больше, потому что понимали, что он человек больной. Сонечка, дочь его, болела. Денег не было. Он последнее проигрывал. А она болела. А он не давал денег. Он проигрывал деньги. Девушин их брал, занимал кредиты. Та же самая старуха, проценщица. И он в роли Раскольникова себя все время представлял. Так что Сонечка его умерла. А папочка играл, сидел в казино. Каково вам, а? Вот облик такого человека, которого навязывали в течение 50-60 лет, навязывали советским детям. Потом русским детям. А зачем он нам, для изучения, такой вот человек, видите, душевный, видите, там, да оно мне все равно. Я не хочу своим детям давать его сумасбродные, сумасшедшие произведения. Ведь видно же, что пишет больной. Да, он смаковал, он описывал, он хорошо описывал. Друзья, я говорю о том, что я понимаю, что я знаю. Конечно, многие из вас не соприкасаются так близко с литературой, журналистикой, филологией, психологией. Я же психолог, я же доктор психологии. Поэтому и рассказываю вам, что я бы никогда своим детям не рекомендовала бы читать. У меня только старшая дочка, в силу того, что мы были дипломатами, и она должна была начать учиться в Женеве в советской миссии. Она только знает какие-то произведения. Льва Толстого она одолела за лето. И сказала ей, Машенька, ты герой, что одолела Льва Толстого. Ну, а теперь вернемся ко Льву Толстому. Мы немножко поговорили о Достоевском достаточно, много не надо. Я вам хотела просто рассказать о его распутной вот такой жизни, когда он проигрывал в казино последние деньги, а дочь Сонечка умерла и на кладбище в Женевском похоронена. Чтобы вы представляли, каких авторов советское правительство давало нам в зубы. И мы должны были в мозг себе это вбивать. А я не хочу. А я не хочу думать так, как Раскольников. А я не хочу, чтобы он думал и завидовал старухе-проценщице и думал, как ее убить. Я не хочу это иметь в своем сознании. Мне это не нужно. Я человек мира. Я человек свободный. Я не хочу учиться на примерах Достоевского. А зачем мне он нужен? Больной, шизофренически больной человек. Зачем? Это мое личное мнение. Конечно, я могу его высказать. Я специалист в этой области. В отличие от многих, которые будут сейчас, может быть, кидаться гнилыми яблоками. Ничего, друзья. Ничего. Придете к этому тоже. Отсюда и ваш липовый патриотизм, который совсем не патриотизм, а страх перед своим правительством. Что же касается Толстого, друзья, здесь вообще, здесь такой букет, букет страшный. У меня есть три произведения, три ролика на тему Толстого. Я не помню, больше или нет, но я с самого начала, как он женился на своей жене, кто она такая была, кто был Лев Толстой. Он совершенно ведь не сын своих родителей. Это были дети, которых, как кукушек, кукушкины дети, знаете, их вселяли в семьи. Это Лев Толстой. Все его родственники не имели к нему никакого отношения. За ним дали большое приданное. Семья Толстых была бедная. Они взяли с большим приданным Левушку. Левушка этот вырос. Вот этот Левушка, который был похож на Собакевича. Внешность его помните, нет? Нет, на Собакевича был похож. Он не был. Он не был из семейства Толстых. Вот кто такой Лев Толстой. Чем он занимался? Ну, не традициончик он, друзья. Уж куда, как здесь не знать этого. Это все знают. Все, кто занимается Левом Толстым. Его в этом отношении знают все. Да, у него было много детей. Да, он развратник. Да, он имел каждую девушку в своей деревне. У него было много деревень. Ему кто-то неизвестный наверху. Власть же менялась в это время очень сильно. И вот этих вот таких Львов Толстых вбрасывали. За деньги вбрасывали в семьи чужие. Он кукушонок. Он не их ребенок. Но за ним дали богатые приданное. И его взяли. За счет этого только семья выжила. Семья Толстых. Что же касается дальнейшей его жизни? Вот это вот распутство его. За что его отлучили от церкви, друзья? За что его анафеме предали? Вы скажете, за идейное. Какое идейное? За грязь. За грязь. За мужеложество. За что его от церкви отлучили? Да, конечно. Потом советское правительство, все факты так, нам пазлы, все. Да, они все сошлись. Но это советское правительство, потому что оно объявило Толстого зеркалом русской революции. И он действительно был зеркалом русской революции, советской революции, большевистской революции. Он был зеркалом. Почему? Да, он был развратником, первым развратником на деревне. Все деревни были его. Ни одна девушка, он никого не пропускал. И мальчиков также. Его боялись все. Об этом у меня есть где-то. Посмотрите, почитайте. Есть написанное об этом. Это Лев Толстой. Я довольно-таки хорошо знаю, потому что здесь, в Женеве, я познакомилась с Ольгой Бирюковой. Ольга Бирюкова была дочерью приятеля, друга Бирюкова, которого Толстой отправил в Женеву печатать его труды. Потому что на родине его не признавали. И поэтому Бирюков уехал на деньги Толстого, уехал в Женеву, и здесь он жил, и печатал его труды на Западе. Потому его и знают, потому что он понимал, он никому не нужен. И искусственно себя внедрял. А что же касается зеркала, то действительно зеркало, вот то, чем занимался Толстой насилием, занималась вся русская революция. Все революционеры, вся красная революция была кроваво-толстой. Это зеркало наше революции. Ну а теперь вернемся к произведениям. Вы скажете, вот «Война и мир», вот Анна Каренина. А кто из вас читал? Вот из вас кто взял и пальчиком, слюнявя, каждую страничку прочитал? Скажите, признайтесь себе, кто читал? Нет, потому что все говорят. Весь мир говорит. Я вот вам привела пример. Как весь мир говорит. Бирюков издавал его произведения в Европе. Чертков, второй друг Толстого, издавал в Лондоне. И вот Толстой снабжал своими деньгами, ему большое приданное дали. За что? Что за девица такая, которой дали такое приданное, друзья? Ему огромнейшее приданное дали. И вот он и манипулировал, раздавал. А как он жену свою купил за деньги? И издевался над женой и над детьми. Сколько у Толстого было детей? Много. Умерло почти половину. Отчего? Смотрите мои ролики, там все есть. Что же говорить мы будем с вами, друзья, о моральной составляющей Толстого? Я бы не хотела, чтобы мои дети учились на примере зеркала русской революции. На насилие. Помните, когда в Саратове объявили декларацию, что все бабы наши? Вы помните это? Это принцип Толстого. Это толстовщину вводили в жизнь. Что же касается, друзья, далее его жизни и его произведений, то «Войну и мир» Иоанну Каренину написала его жена. Он писал произведения? Да, писал. Но они все отличаются даже. Читайте, посмотрите. А вот «Войну и мир» Иоанну Каренину написала «Женская рука», женская психология, обиженность женщины. Но от того, что Толстой издевался над всей семьей, психика жены Толстого также была нестабильна. И у нее получилась эта Наташенька Ростова вся очень эмоционально взбалмошно-шизофреническая. Она все время дергалась. Ну, посмотрите, даже тот же фильм. Возьмите, вы не прочитаете произведение, я понимаю. Включайте фильм, смотрите. Ну, Бондарчук старался близко к тексту это все, знаете, создать произведение «Война и мир». Не захотите смотреть. Это дура какая-то Наташа, которая что она из себя представляла. И вот эта дура, которая вся дерганая, вся нервозная. Нам ее на протяжении всей жизни показывают. А зачем она нам нужна? Она что, какой пример она дает нашим детям? Что за примеры нам такие дали, навязали нам и нашим детям? А я не хочу таких примеров. Я не хочу. Поэтому, когда сегодня Украина отменила Льва Толстого и Достоевского, я считаю, правильно. Я считаю, это правильное решение. А когда где-то сносят памятники Ленина, а чего это вдруг они должны остаться, сносят и правильно делают. Матрица должна преобразиться. Да сколько же можем мы на этом старом барахале жить, которое было тиранами нашей жизни? Как Толстой. Он был тираном. Нет? Не знаете? И изучайте, друзья. Так вот, я, чтобы вот так вам сейчас говорить, я изучала творчество Льва Толстого досконально. Я изучала его жизнь. Ольга Бирюкова, которая была знакома с ним, она рассказала мне обо всей его семье. О том, как мама с женой Толстого разговаривали. Они часто приезжали из Женевы почти каждый год туда, в Ясную Поляну. И как они разговаривали, о чем они говорили, как страдали дочери, что дочери говорили. Они ненавидели его. Ненавидели. Держались? Не уходили? Почему? А на что жить-то? Да, друзья, вы, наверное, совсем не в курсе дела, что женщина в это время не имела никакого основания стоять на земле жестко и твердо. Женщина была никем. Она должна была быть под мужчиной. Это и есть русская революция. Это и есть толстовщина зеркала русской революции. Изучив его жизнь, изучив из первых уст, не из тех, которые написаны где-то в книжках, друзья, а именно из первых уст, я поняла, что такое Толстой и кто такой Толстой. И хочу вам сказать, друзья, это был страшный человек, как и вся русская революция была страшной, кровавой. И поэтому отмена памятников снесения, отмена их в нашей литературе, детям не надо навязывать тиранов и шизофреников. Я считаю, это правильное решение. А вы выскажите свое мнение. Мне ведь тоже интересно, друзья, я сейчас на эмоциях высказала вам свое мнение. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Если нравится вам то, о чем я говорю, мое личное мнение, друзья, помогайте каналу, помогайте. И все реквизиты у нас с вами под роликами, пожалуйста, нажимайте колокольчик, все функции колокольчика, все оповещения. Тогда вы будете оповещаться о моих новых роликах. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан.